Окружная столица заиграет новыми красками. Сотрудники чистого города приступили к озеленению центральной улицы Наринмара. В скором времени клумбы и вазоны украсят однолетние декоративные растения. Подробности далее. Фаворитами среди однолетников в нашем регионе считаются петуния, бархатцы и цинерария. Они неприхотливы в уходе, устойчивы к перепадам температур и радуют своим цветением не один месяц. Раньше рассаду однолетних растений для озеленения городских улиц чистый город закупал у тепличного комбината «Солнышко». В этом году торги выиграл индивидуальный предприниматель. В рамках 44-го федерального закона мы не можем и не имеем права проводить торги под какого-то определенного подрядчика. Все в рамках здоровой конкуренции происходит. Николай Чупров по условиям контракта должен поставить 16 тысяч кустов однолетников. Как указано в технической документации, растения должны быть здоровые, чистые, хорошо укоренившиеся и симметрично развитые. Эту рассаду индивидуальный предприниматель привез из Подмосковья. Я поехал в Подмосковье, в теплицах посмотрел, какие у них цветы, и в прошлый год закупил 500 штук. Высадил возле магазина, и все прижились отлично до конца, до заморозков стояли. И в этот год решил, думаю, раз они привезенные, хорошо прижились, привезу и сюда. Поставка растений будет производиться в два этапа – до 10 сентября. Первым этапом будет засажено 14 тысяч цветов на территории города. Начнем работы проводить с клумб, дальше в озоны, плюс новые объекты появились у нас. Барха Цепетуния и Ценерария украсят литературный сквер, территорию в районе ЗАГСа, мэрии Наринмара и Арбат. Еще 2000 кустов однолетников приобретены про запас. В августе, если где-то чего-то, какие-то цветы увянут или сломают, или там, может быть, украдут, то в замену идут. Вот такие цветушки, типа, готовые, которые такие без цветов, чтобы они к тому времени уже подошли. Посадка рассады в открытый грунт уже началась. Еще немного и город заиграет яркими красками. Ирина Некешина, Антон Водряков, Вадим Стасюк, Телеканал Север.